Всем трема доброго времени суток, это канал Boring, Дмитрий или скучный? Скучный я! Да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу Сеевичу, он знает за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Еще один теплый респект Сварту, он также знает за что. Так, и у нас, собственно говоря, Минск. Минск, которого я сделал, хер пойми чем. Так что давайте его переделывать. Мне не нравится то, что из него получалось, тут животная тема. Вот еще один, есть имя твое посреди записи моих. И в логере твоем пребуду я погодой с нужда в моих услугах. Так. Давай, изменяй. Нет, оставляем следопыта, но через другую. Тебя, конечно... Можно, конечно, из него варвара сделать. Еще одного. Ага, вот он меняется, да? Жавец. Другие, да, фонс, и так уже хоть жопой ешь. Можешь сделать воин. А может, монаха из него сделать? Блин, ей бог, замануясь ведь, а? Мудрость. Паладин. Следопыт. Блин, просто тут с учетом... Того, как ему... Как его... Не волшебник. Хе-хе, смешно. Колдон-чародей. Чего уж там... Чародей. Просто, если вспомнить, как его нам презентовали, да, то Минск презентовался как силач. Но у нас уже есть один варвар. И воин у нас тоже есть. Можно, я говорю, попробовать монаха, конечно. Ловкие атаки. Турон. Боиску, струн, дар, ваша атаку монашеским оружием и атаки без оружия. Сильно. Бонусная атака без оружия, совершив атаку монашеским оружием или без оружия, можете в качестве бонусного действия совершить. Еще одну атаку без оружия. А что за монашеское оружие ци? Можете использовать ее, чтобы выполнять, на первый взгляд, невозможные приемы. Град ударов. А, вот он способности. Ну, просто если следопыт, то это еще один стрелок, по сути. И тогда он замена будет астерионом, по большому счету. Добора до времени. Но он реально не сходится. Ну, то есть вот с тем, как его презентовали, да, вот силач такой... Да, то есть, ему либо воин, либо варвар. Тоже ловкач, да? Но это ему вообще не идет. Давайте оставим его следопытом. Черт с ним. Да, оставим следопытом. Так, расследование. Шитичар. Верный удар. Не, не хочу. Умела. Тяжелая броня. Блин, ну черт его знает на самом деле. Умение в навыке расследования существует, который опутывающим ударом, как дистанционным, так и ближнего боя. Детель зверей. Ну, здесь, да, здесь оставляем как есть. И у вас снова эта ловкость. Оставим его следопытом, да? Ну, пусть будет следопытом, на самом деле. То есть, как бы он у нас следопыт по сюжету. Ладно, черт с ним, пусть будет следопыт. Просто надо по-другому его прокачать. Так, это у нас что? Тахомяк, да? Мяк, мяк и тахомяк. Так, теперь надо его по-другому прокачать, да? Ну да. Не-не-не. Надо бы. Так. Заклинание. Опутывающий удар. Бери. А я брал опутывающий удар? Не помню. Человек-ополченец, укратель-цвири. Вот, да, существа. Так, ну тогда путающий удар берем, да? Град шипов. Ага, так, усиленный прожог. Скороход, разговор с животными. Но летать он не умеет, да? С другой стороны, усиленный прожог. Пусть не будет разговор с животными. Берем, что, стрельбу. Через стрелка. Почему с животным? Нужно разговаривать с ним. Что-то пусть разговаривает. Так. Заклинание. Усиленный прожог. Метка охотника. Пусть будет. Так, охотник. Жертва охотника. Так, здесь у нас еще... Или нет. Вот охотник это у нас... Так, сумрачный стрелок. Причи устранить противника, быстрее бежал. На первом ходу ваших... Ага, скорость перемещения. В темноте. Мастер засад. Темный покров. Сумрачный охотник. Давайте сумрачного охотника попробуем. Так, а жертва охотника, что напомните? Один раз заход ваша атака вжим. Нижима. Блин, полезная штука на самом-то деле. Один раз заход. Или все-таки сумрачного взять? Тут тоже интересно, да? Видеть в темноте. Три к инициативе. Где бонусное действие спрятаться. Давайте сумрачного возьмем. Чертное, не знаю. Попробуем сумрачное. Посмотрим, к чему это приведет в итоге. Так, черта. Не, ну здесь бдительный, без вариантов. Даже не обсуждается. Не слишком нравится эта черта. Невозможность захватить врасплох, это очень классно. Так, особенности класса, это дуб атака, я так понимаю, да? Атака в противниках оружия. Может совершить еще одну дополнительную атаку. Вот это охренительно. Так, заклинание. Туманный шаг. В общем, туманный шаг. Ну, кстати, нет, туманный шаг, кстати, полезный, чтобы дать. Так, без вариантов. Так, номер два. Ночное зрение нам не надо уже, да? Дубовая кожа. Концентрация у нас уже есть. Тут тоже. Это тоже концентрация, да? Усиленный прыжок. Давайте-ка вот это возьмем. Может пригодится, я считаю. Переград шипов. Колющий. Урон оружием. Ну, что-то знает, давайте. Прыжок. Я и так буду спаивать эти заклятия. 27 сил. Так что он так прыгнет будет, как-то ненормальный. Так, заклятый. А, вот заклятый враг. А, ну-ка мы уже были, да? Охотник за головами-то чё? Да, это опутывающий удар. Охранитель в уале. Находит сейчас получать умение в магии. Может накладывать защиту от добра и зла. Умение в магии. Типа сегу наверх в стороне. Вот мне нужна, как-то странно. Тяжелая броня. Мне что-то не нравится ничего из-за этого, честно говоря. Давайте защиту. Давайте верный удар возьмем. Это фокус, да? Угу. Ну, тоже это действие, видите? То есть это действие и всё, как бы, ну чё? Ну, сделал ты его и загораешь ход. Не знаю, мне вот не очень нравится этот верный удар. Мне ничего здесь не нравится, вот честно скажу. Дайте вот эту защиту от добра и зла. Да. Так, городской следопыт. Ну, ловкость. Подкласс, особенности. Железный разум. Отточи свой навык, не поддаваться на психической атаке вашей добычи. Умеи воспроять мудрость и интеллект. Ну, прикольно. Так, ещё закалятие, да? Ну, ничего мне тут не нравится. Давайте там прыжки возьмем, чёртся. Ну, вот это вот мне ничего не нравится, честно. Ну, серьёзно. Мне нравится и всё. Ничего не нравится. Мне кажется, следопы-то надо с кем-то мультиклассировать. Вот прям тут это прям чувствуется. Собьерный класс. Вы стали экспертом в путешествии на дихие места. Сложенную местность? Ага. Черта. Он у нас будет стрелок, правильно? Да. Нет, не меткий заклинатель. Так, они из-то оружием в ближнем бою. Вот важный момент тоже, конечно, да? Мастер военного дела. Могу убить счастливчик. Выносливые бои руки. Мастер-абалечка это что? Нахождение на расстоянии удара в ближнем бою. Для арбалета. Это арбалет. Глубокий рынок. Это ваша пронзающая выставка. Здесь тут в два раза дольше. Ну, такое, честно говоря. Меньше перемещение. Также увеличено на 50%. То есть вообще он практически может летать, да? Но тут тоже проблема. Практически может летать. А что толку-то? Ну, может он летать. А как это? Спрыгивать-то он не может. Вот и в чем прикол геста. Дуэлиант. Фехтовальная. Двумя оружиями. Блин. Че в голову не идет? Двуручники я не хочу легкую бронировать. Легкая бронированность. Рядом с вами. Мастер военного дела. Два маневра подкласса. Ну, это я читал. Нет, слушайте. Я вот это вот. Да, да. Эту я хрень читал. Честно говоря. Выверните оружие. Ну, это все какое-то вот... Оно все ближнее убое, так по ощущениям, да? Мастер средней брони, да? А в чем? Мастер средний бонус класса брони, негативатора ловкости. Ранний плюс 3. Подвижный. Но это у меня уже есть средняя. Исполнитель. Характеристика. Попушайте хритику на 1, вплоть до 20. И получайте умение для испытания этой характеристики. Так, насчет такого варианта. Он же стрелок. Давайте, пожалуй, это возьмем. Так, что-то еще. Заклинание. Ужас. Ужас. Урон оружием, да? Стреломол. Ну, тут да, стреломол. Это еще. Эй, что за хрень? Засада на вид... А, да-да-да, помню, помню. Ага, заклятый враг. Ой, верный удар. Следующий в истории. Я-то не очень... Вот это вот все, да? Оно скорее больше подходит для твоего собственного прохождения. Какая мне храна, что он с ведущего истории, если он не будет участвовать в каких-то беседах. Практически, да? То есть... Давайте умение в магии честное. Плюс 2 проверка на магии. Помогите зачарованными предметами. Тяжелая броня нам не нужна. Еще раз. Не нужна. Все, не надо. А священное пламя это фокус, да? Слушайте, пусть будет священное пламя, к черту. Холд или яд? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А черт его знает. Что сейчас актуальный? Пусть будет городской следопыт. Пусть будет холод. Не верим, что это правильно, но огонь и холод. Так, под особенности подкласса. Стремитесь, чтобы особым превращать промах. Еще один дар. Промахиваюсь при атаке оружия. Можете бесплатно провести еще одно атак оружие. О, нифига себе. Какая интересная штука. Рост растений. Защита от энергии. Пусть будет вот это. Все, последнее. Новая черта. Так. Я взял стойкого, да? Заклинатель. Нет, неистово атакующий, но это ближний бой. Страж опять ближний бой. Меткий стрелок. Ваш дистанцион на атаке оружия не получает. Штраф от правил господствующей высоты. Кстати, вот эта тема. Дайте метку стрелка возьмем. Не получает Штраф от правил господствующей высоты. Это вообще-то полезно на самом деле. Дайте метку стрелка возьмем. Попробуем. Я честно, пока что... Проблема в том, что сразу вот так качаешь всего его. Качаешь, качаешь, качаешь. Получается немножко сумбурно. Потому что вроде бы... Так. В товары. Так. Давайте соображать. У нас сейчас была Джахайра. Правильно? Правильно. Давайте сохранимся, что ли? Или хрен с ним? По-новому это все переклепывать. На всякий случай F5 давайте. На всякий пожарный. То мало ли. Так. У нас сейчас была Джахайра. Верно? Верно. Так. Две вот эти сумки. Вот это и вот это. Так. Вот это. Товары. Товары. Это отправить в лайки. А, подожди. Стоп. Не надо отправить в лагерь. В лагерь был. Ну ладно. Так. Что тут у нас? Кожаный доспех. Товары. 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 Так. Это. 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 Все. Что-то хоть забери. Пока ты переведись. Ни хер трусами сверкать. Так. Теперь с тобой. Карлах. Одолжи-ка. Товарищу. Карлах. Так. Одолжи-ка товарищу. Зелье. Разделить. Подтвердить. Минску сила не очень нужна. Но это все равно полезно. Хотя подожди-ка. А зачем ему сила? Ну да. Мы ему перчатки Астариона отдадим. У него будет сила. А ему лучше тогда взять какую-нибудь злобу. Да? Угу. Так. А я уже Минску отдал. Да? Так. Это и это. Дай пока Карлах. Хамстер, хамстер. Так. Это и это. Пока сюда. Так. А тут нас что? Ага. Ого. Это Карлаховская. Да? Все. Все. Так. Тогда ему, наверное, надо зелье злобности. Да? Угу. Так. Так. Ну что ж, давайте Астариону раззарять потихоньку. Ну, видимо, да. Он у нас вместо Астариона будет. Тогда вот это мы даем сюда. Ловкости на 2. Прилучно. Так. Так. Угу. Странно. Я... Опа. Вполне настолько все плохо с кольцами. Ну, хотя, не сказать, что это прям ненужная вещь. Так. Но воровать он не будет, да? Так. Получается... Слушайте, а где Астарионская сумка? А, на УДЖАХЕЛЕ. Так, 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 так. Так, секунду. Так. И так. Так, насчет арбалетов. Арбалетов, да? Да, подвинь. Ну, что ты. Так. Я вообще хотел ему... Джахера. Против смерти. Плюс 2. А может лучше вот это ему дать? Но он опять же лав. У тебя силы тоже есть, да? Он может этим пользоваться? Вот это самое интересное, да? И у него нет особо бонусных действий-то, да? Снижает. То есть вот эту хрень елдинь ему дать, да? У него нет, кстати, атаки из-под тяжка, да? Атаки из-под тяжка у него нет. Ладно, черт с ним, пусть будет такое. Даже любопытно. Так, здесь еще увеличивается также прощает прохождение владельцам испытаний против смерти. У нас еще умлет, скорость прыжков и полет увеличится на полтора метра. Также включается неплавное падение. Так, кошачья грация. Кстати, а почему? Почему я тут не отдал Астарионов? Между прочим. Прощает прохождение владельцам. Интересно. Но тут понятно, почему на самом деле. Ей-то это... Да, этот Астарион-то летать умеет. А это и надо. А тут надо Минску. Ладно, давайте вот так сделаем пока. Это от Д-Астарионов. Это пока у Минска пусть будет. Ему это тоже надо, он же не... Как-то... Он-то летать тоже не умеет. Ага, вот плавная... Так, это оно где-то? Да, вот оно появилось. Так. Чем бы еще тебя порадовать? Может от Хайсин чего-нибудь? Смешно. Остариваем на максималках. Класс брони. Плюс один. Добавьте полный модификатор ловкости. А почему моргнуло? То есть еще раз. Тут кошачья грация увеличивает свой показатель ловкости на 2. Плюс бонус, плюс один к испытаниям ловкости, а максимальная дань спуска увеличивается. Здесь добавьте свой полный модификатор ловкости к вашему классу брони. У существ есть помеха при испытаниях, при сопутствии вашим атакам и заклинаниям, которые вызывают обездвижность. Но это не то. Интересно, а у Хайсин сколько тут получается? 16, да? У этого 19. Но это не надо. Все-таки вот это полезнее. Показатель ловкости, да. Считаем 20-ку очень хорошо. Так, что еще? Куча медных монет. А, вот кому я случайно их передал. Хе-хе, понятно. Так, ну здесь ничего. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Так, теперь со стрелковой выч... Он у нас стрелок. Важный момент. Стрелок в первую очередь. Уже потом все остальное. Так. Слушай-ка. А у тебя что здесь? Урон огнем, урон холодом. Это ему не надо. Так. Первый тип. А во-вторых... Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Зелие у него зелие злобности, да? Это масло порчи. Это не то. Корчи-порчи. Так. Ему нужна какая-то шандарахалка, да? Какая-то нужна. Просто только какая. Ищем. Смотрим, что у нас есть. Длинная рукогурца в пресс-поль. Нет, ладно, это не то. Это просто длинные луки. Нам нужно что-то поинтереснее, да? Вот, кстати, здесь, может быть, арбалет того демона подошел бы. Который мы в доме надежды оставили живому-здоровому. Увы. Да. А ну-ка. Модификатор силы Плюс 6, что ли? Что-то я не уверен. Равный вашему модификатору силы. Блин, я до сих пор не знаю. Модификатор это что? Который плюс 6 или который плюс 11? Плюс 11, это мощно. Плюс 6 тоже неплохо. Так, здесь что такое? Меткий выстрел. Значение, которое не хотим выбросить при атаке, чтобы нести... Да, удваивает. Да. А вот это поинтереснее будет. Во-первых, да. Тут, во-первых... Вот, пока вы... А, это прячетесь. Пока вы в затемнении. Эффект может складываться. Это, кстати, хорошо. Между прочим. Так, что еще? Что еще? Что у меня еще строково? Что-то не вижу, ни хрена, блин. Что, у меня столько все плохо с арбалетами? Тяжелый. Стремление гандрола. Проводить преимущество из любых чудовищ. Ну... Фабричный арбалет 10-19. Освещающий выстрел. 10-19. Что за освещающий выстрел такой? Освещающий выстрел. Выпустить сверкающий снаряд, который на один ход накладывает на врага лучистую сферу. Бонусное действие. Чистая сфера. Концентрация, короткий привал. 18 бросок атаки. И тут бонусное действие. Важный момент. Ну, чистая сфера на один ход. Так, где он тут? Тут же тут пока. Так, что еще здесь есть? Иссеково-стрелково-шарицкий. Ну, это понятно. Так, а вроде все. Что-то сейчас с арбалетом беда. Да? Да. Какая-то беда. Так, кольца. Ну, пусть кислота. Вот невидимость расплывчатость. Это я, честно говоря, немножко удивился даже. Что, у меня настолько все плохо с кольцами? Что-то я же забыл, какие тут кольца-то используются. Пока вы находитесь, получается, плюс один класс убраний. Ну, это в затемнении надо находиться. Видимость расплывчатость. Но я этим даже не пользуюсь, этим переменчивым кольцом. Угу. Так, сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Что у нас тут по кольцам, да? Пока вы на эти затемнение. Плюс один класс убраний. Все, плюс один. Мало. Было бы хотя бы плюс два. Так, ему абсолют. И может быть ослеплен. Вот это, кстати, тема, которая была через затемнение у меня. Была мысль о создании нежки. Нет. 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 Преображение нет. Клинок теней нет. Существует удар так и оружие. Можете принять заклинание иллюзии в качестве бонусного действия. А зачем? Не знаю. Починение животного с ревербацией. Ну, кстати, да, я с этим тоже немножко возюкался, но в итоге волк забил. Который, правда, испытание почти любого ваше заклинание. Нет. Преимущество препаратов проницательности. Хорошая вещь, но нет. Самосожение. Нет. Не ему. Урон холодом. Так. Есть який слотный урон молнии. А, это фокуса. Ага. Так, вот где? А, фокус. Бесследный шаг. Каждый раз следует существо. Ну, да, это у нас Shadow Hard пользовался. Изменить спарных колец. Защитные вузы нет. Лучи паралича нет. Риски объятий нет. Уже вот здесь вот так и без оружия. Дополнительно в легком затемнении. Потемневшее кольцо. В чате преимущество при бросках атаки и помеху при испытаниях. Нет. Ман плюс один. Волшебное кольцо. Да, да, да. Что-то тут тоже так особо не за что зацепиться, да? Вроде смотришь, что дофига всего. А что-то как-то таки без оружия, силовой урон. Вот это для монаха такой. Где оно? Вот, да. Это так, понимаете, для монаха, да? Ну, да, это можно было бы ему отдать. Конечно, заход и при попадании так без оружия устанавливать. 10 ОЗ. Отличение, чтобы получить преимущество при русской охоты. Интересно, да? Ну, ладно уж, я из него стрелка сделал. Черт с ним. Так. Тут у нас, да, плавное падение. Так, теперь здесь. Тут 10-19, тут 10-17. Ночень, которое необходимо при атаке, чтобы нести критический удар, уменьшается на 1. То есть мы выпиваем сейчас зелье злобности им. Да? Да. Так, это сюда. Сортирнуть. Так, это... Карлах отдадим. Зелье. Это порча. Сейчас, как все злобности заканчиваются, да? Ага. Все упьют камни лень. Конечно, он закончится. Бутылка с жирем. Жиром. С инжиром. Вот. Соответственно, на 1. Здесь закидываем еще на 1. Уходим в затемнение. Уменьшается на 1. То есть было 20-19. То есть, стоп. Это 19. Это 18. Это 17. Плюс, если еще и... Зашкерится бонусным действием. То это вообще 16 будет, да? Ну да. Ну да. Такое. Теоретически. И здесь освещающий выстрел, да? А чего ж такое лучистая сфера? Ну-ка, возьми-ка его. Так. Где оно тут? Нет. Не то. Не то. Ли. Блин. Стрельба. Плюс 2. Блин. Лучистая сфера. Лучистая сфера. Наполните мне, что это такое. Shadow Hard можете? Секундочку. У тебя ж тут есть что-то связанное с лучистой сферой. Так не помню. Вот. Вот, да. Лучистая сфера существует. Имеет минус 1 к броскам атаки. В каждом оставшемся ходу он так же звучит яркой синий. Суще всего вокруг себя. Ага. То есть, если мы берем вот эту хрень и лучистую сферу, то есть это такой легкий дебафик, да? Это бонусное действие. Убдымс. Плучи и распишись, да? А потом несколько раз атакуем. Или же вот это. Все, бонус умения. Пребраска. Слушай, знаешь что? По-моему, все-таки вот это поинтереснее, мне кажется, будет. Вот этот лук. Черт его знает, конечно. Прям так одномоментно сказать, что это прям охренительно. Так, ловкость рук плюс 5. Астарин, а у тебя сколько там ловкость рук? Неинтересно. Так где у нас тут? Асти. Ну, в костерок. А где тут это написано? Да подожди ты. А, тут этого нет, да? Черт. Музыкальный инструмент отсутствует. Ну, хз, да? Стиль шарф. Так. Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент. Ну что ж, ладно, давайте попробуем. Конечно, очень смешно он смотрится. Минск. Так, а Минск больше... А, хромакам пока призывает, ну да и хер с ним с хромаком. Дает бонус к следующей вашей... Кстати, да. Кстати, да, между прочим. Давай, кацапни с собой... Тысяч пять. Может у тебя получится? Джахеля не получилось. Так, разделить... Так, разделить... Что-то. Да. Что-то я не знаю. Мне кажется, это Минск на раньше должны были выдать. Что-то как-то очень странно. Вообще, мне кажется, очень странно, что Джахейро друид, Минск следопыт, блин. Просто, как бы, Джахейро перекликается с Хальсином. Друид-друид. Минск, блин, изначально подается как груда мышц без головы, по большому счету. Так, так. Но это факт. И при этом он оказывается следопытом ловкачом. Ну, блин, я не знаю, как ты... Чё, чё, чё он там? Чё? Карлах, ты так смотришь на бой, так понятно, ты хочешь сверху мечка завести? Это можно, пожалуй, но вообще я о другом думал. Минск, а сколько ему лет, на самом деле? Для мини-гигантского космического хомяка, был мужчин сам расстретился. Мини-гигантский космический хомяк. А он всегда выглядел именно так. Не может такого быть, что Джахейро давно уже меняет тебе хомяков. Раз в пару-тройку лет, ты ничего не замечаешь. Карлах, Минск и Бугули, а тебе лучшее умение, не судя по внешности. Хе-хе, смешно. Об этом варианте я чёт как-то не паду. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Так. Хельма что ли? блин фильм от не вариант мистера тоже силу на как она с луной особо а подожди у нас вообще то есть тут этот милика точно милика же так не помню тимура темпу ой нет чуть не то андер бахомут кривом в оба крайне следопытов давайте смотреть попробуем уж сейчас раздуплиться так как обычно где-то внизу да муж конечно имел смысл их куда-нибудь другую сторону загнать вот минск вот смотрим час и все нет не работает причем самое смешное что я пытался для джахера сдавать вот эти вещи по ценности ну по стоимости смотрел чё сколько стоит ну и сдавал соответственно ну типов нет не понимают все поятиде байсин и майнер проехал он задает фракет видите не сработал то есть какой-то бак вообще странный неисправили до сих пор да вот так вы жалко конечно я грудь же в голову не приходилось что может такая херня произойти так чё у нас сейчас чё ты вернуешься то что ты успокойся сейчас нас есть спасти ванру до смущенную русалку а подожди стоп на вот сюда надо между прочим давайте тогда и будильник уже звенел нам как бы надо этот порт банковский следует немножко самую малость слушать ка секундочку по линию подал может с минском у меня смысл куда вниз сходить да ладно так нам надо сюда дайте счетную палату зайдем даже тесто как они отреагируют принципе так по есть вариант вот оттуда перепрыгнуть до и 5 6 7 8 чего минск арк прошу прощения но ведь ничего не бодрит так как славный групп его клич не правда ли крылохода рэй о бу нам брошен вызов я никак не могу его не принять дай вместе и ой бу ну это ты зря видишь наш друг дрожит как осиновый лист пожалуй шутка зашла слишком далеко шут нигде так нам надо внутрь в принципе тут открыли дверь недолго да всем сюда хоть и смотрят на смотрят но не видят давайте спустимся и потом надо будет еще в эту сходить нам следующий хотим из следующей серии хотя может и в следующий отбучивать сходить как я к этой 9 полой смотреть чё там как сейчас посмотрим как отреагирует этот дом гном а может быть часа обыщем там все я даже не знаю можно нам туда нельзя аккуратненько вскрыть так мистер поклоняется абсолют один прыжок а ничего что с тобой минск разговаривает нет по фигу они даже не обратили на это внимание ну минск и минск да подумаешь каменный лорд вернулся по фигу а давайте попробуем пройти на пирс может там что-то будет интересно но это не точно все же надо останавливаться по факту вообще это конечно интересно то есть если соединить чисто теоретически следопыта и вора то там может получиться две основные атаки и две дополнительные да то есть по факту совокупно четыре атаки можно провести как-то так да или может еще как-то можно или вот вот у вора ведь тоже там есть этот убийца ассасин даже вор почему взял потому что гердопатаки этих бонусная удобно накидывать всякое разное понятно конечно что любой билдостроитель меня насмех поднимет с моими рассуждениями но что поделать играю как как играю как можно так ничего давайте из 5 минску хорошим тоже кого-то вызвать надо но это ладно не горит я думаю как-то шплюкш у меня вот эти трое призывателя с 3 он на подхвате а я так понимаю что можно выходить не но с он по об с 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 самая хорошая банка по режиме мячей понятно, дело не этому не рады это не то, что-то случилось onta, это не границ нет, нет, нет Дверь мы открыли, да? А если устроить побоище? Секунду. Так, еще один момент. Это мы, допустим, открываем и нас сразу все видят. Но чисто теоретически можно всех, конечно, отвлечь. Еще бы они отвлеклись. Какой-нибудь малый иллюзий, да? И быстренько проскочить сюда. Я просто не хочу агрить всех охранников. Вот в чем дело. Мне бы как-то тут... А вот отсюда можно туда попасть? Как будто бы можно, да? То есть вот отсюда, сюда и вот сюда. Да! Между прочим, можно. Тогда не будем. Так. Тогда это закроем. Так. Выходим. Это мы закрываем все, да? Чтоб так сказать потише. Да. То есть, в принципе, идея в чем? Нам бы, собственно, будет вот это еще здание смотреть. А вот это что такое? Что это за здание такое интересное, да? Разборки какие-то очередные. То есть, это не разлом. Сюда можно попасть. Еще вот это здание есть, да? Так что-то ругается. Shadowheart, я видел, как ты взял обу на ручке. Будучи уверен, что никто вас не видит. Тебе приятно гладить его? А ты полностью очистилась от влияния шар? Думаю, что да. Это ответ на оба вопроса. Ну что ж, пожалуй, я тебе разрешу только один день поносить его в своем кармане. Но карман должен быть чистым, с подкладкой хорошо проветривается, и там должна быть целая куча орехов. Да-да-да. Как уж эти пятоводы. Сам такой. Так. Дом Сильвы. И тут еще какой-то домишко, да? Так, мы где вообще? То есть, вот это, вот это мы еще не осматривали. Вот это, да? Вот это. То есть, вот мы как бы пришли вот отсюда, да? Угу. То есть, Гарлу... Подожди-ка, я даже не понял. Подожди-ка секундочку. Мы пришли отсюда. А тот дом мы осматривали? Я и не помню. Сейчас надо глянуть. Вот, вот этот вот. А, все, вспомнил. Да-да-да, мы тут были. Да-да-да-да-да. Все-все-все-все-все. Так. Так не положено. Бост не разрешает. То есть, если мы, допустим, сунемся вот в этот дом. У пчелки товара на любой вкус. Ага. Ладно. Короче, давайте-то на этом сегодня остановимся. На этом сегодня... На сегодня остановимся, да? Потому что, потому что, потому что, потому что, потому все кончается на У. Блин, конечно, вот... Минск сейчас вот реально, с точки зрения сюжетной, прям вот ни к силу, ни гордой. Я прям не знаю, что с ним делать. По факту. Сделал из него, так сказать, заменитель Астариона, но... Ну, это херня полная. Будем честны. Получается. Здесь ты по полной херню получается. Ну ладно. На этой немножко херовой ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд, на донаты, на группу ВКонтакте, на Яндекс Дзен. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же досюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопаю по плечу девушек, чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии. Балдус Гейт 3. На 98% безговорочная форема. Так. Поставите лайк хорошо. За донатить еще лучше. Как-то так.